Студенты Казанского университета продолжают сдавать всероссийский физкультурно-спортивный комплекс готов к труду и обороне, сокращенно ГТО. На этот раз ребята освоили искусство стрельбы. Смотрим. Большинство собравшихся здесь ребят стреляют сегодня в первый раз, поэтому, как правило, мероприятие началось с инструктажа. Студентам объясняют, как правильно держать оружие и попасть в заветную цель. Сдача норматива проходит в тренажерном зале с помощью электронного ружья. Попробовать свои силы могут все желающие студенты, находящиеся в основной медицинской группе. Для этого вот такая зачетная книжка оформляется студентам первого курса, где предварительно они регистрируются на сайте gto.ru и оформляют на каждого студента, не в зависимости от того, будут они сдавать или не будут. Затем, естественно, сопоставляется медицинская группа. Может этот человек сдавать, не может. И хочет он или не хочет. Тренеру просят, не забывая, что спорт – это не только поддержание хорошей физической формы и самочувствия, но и способ узнать, на что ты способен. В ребятах скрыто очень много возможностей и талантов. Вчера, например, тоже проходила стрельба, и девушка одна выстрелила 45 очков на золото. Это очень большой результат даже для мужчин. И она была так удивлена, она сама себя не ожидала, потому что надо делать первый раз. Некоторые ребята уже знакомы со сдачей комплекса ГТО. Так Татьяна Кудряшова в прошлый раз получила пятую ступень, завоевав золото. И сейчас претендует уже на шестую. Очень довольна своим результатом. Я сдала стрельбу на золото. Я не ожидала, честно. В школе я очень плохо стреляла, а здесь из электронного оружия намного легче оказывается, потому что мы стреляли по старинке из патронов. Можно сказать, что это некая теория вероятности в действии. Никогда не знаешь, попадешь ты на самом деле или нет. На стрельбе испытания для студентов не закончились. Впереди их ожидают челночный бег на 30 метров и плавание. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюс.